Привет! Про Динамо мы еще поговорим. А начать программу я хотел бы с благодарности скаутам сборной России. Например, новый сотрудник Рот Бриндамор нашел трех крутых игроков для сборной на чемпионат мира в Братиславу. Всех с победой! Так вот о Динамо. Теперь мы будем чаще рассказывать об этом клубе, ибо там начинается веселуха. В клубе собираются пересмотреть контракты действующих хоккеистов и предложить им совершенно другие условия, более справедливые, по мнению новых владельцев. В первую очередь это касается Вадима Шипачева с окладом почти в 140 миллионов. В ближайшее время ему предложат пойти на существенное уменьшение суммы. Дмитрий Кагарлицкий точно не сможет рассчитывать на то, что у него было в прошлом сезоне, а там было 125 миллионов плюс бонусы. Вряд ли оставит Максима Афиногенова, не будет никого из менеджеров прошлого сезона, а все переговоры ведет Андрей Сафронов. Но самое смешное, что игроки, у которых закончились контракты, получат статус неограниченно свободных агентов. Некоторые окажутся в такой ситуации второй раз за два года. Есть еще один момент. С игроками этого состава до конца не расплатились. Должны зарплату за месяц, сезонные бонусы и премии за первый раунд плывов. До 30 апреля особо паниковать не стоит, но не исключено, что все до конца не отдадут. Предлагаю всем клубам по окончанию сезона менять юридическое лицо, чтобы насыщить рынок. Завершились сезоны в МХЛ и ВХЛ. Победили Лока и Сареарка. А российский хоккей получил потенциально сильного тренера. Его вырастили в Ярославле. Сейчас в Локомотиве ищут главного тренера. Читают резюме иностранцев, но новости из Ярославля всегда с налетом секретности. Ничего не надо искать. Вот тренер. Дмитрий Красоткин еще хотел перейти на взрослый уровень год назад, но его уговорили остаться. А сейчас он показал, что может выбираться из самых тяжелых ситуаций и при нем команда играет. Плюс он отлично знает молодежь, которой в Ярославле много, а уж с легионерами как-то договориться. Красоткин логично продолжит дело Дмитрия Квартального, плюс он любит Ярославль и является тем, для кого Локомотив не просто очередное место работы. Я знаю, что несколько клубов ВХЛ уже присматривают Красоткина, который твердо намерен уйти во взрослый хоккей. Ему бы в КХЛ можно попробовать, но в главной лиге уже почти все места заняты. Кроме Локомотива. Даже думать не надо, так как любой иностранный тренер ничего для Ярославля не выиграет. Клуб вообще обречен с таким руководством. Пора бы попробовать на другом уровне и Леониду Тамбиеву. На этом все. Как вы поняли, я нахожусь в Риге и вчера сборная России обыграла команду Латвии. Но это никому не интересно, потому что основное веселье начнется в Брно на Евротуре и затем на чемпионате мира в Братиславе. На этом я прощаюсь с вами. Помните основные правила жизни, а если забудете, то я их напомню. До свидания. Всем удачи, всем благополучия. Как ваше здоровье? Спасибо, все хорошо, все замечательно. Когда уже ждать на леду? Я вижу, вы хромаете. Ну, я думаю, еще месяц похромаю, и все, и сразу на коньки, куда я денусь. А вы специально хромаете, чтобы как бы месяц этот спокойно? Нет, это уже физиология, я ничего не могу сделать. Вы вернетесь на лед? Обязательно. Сможете отменить шайбу в ворота ЦСКА? Есть остался этот навык? Любую команду, если это требует правил. Навык остался, да? Абсолютно. У нас сейчас принято в ЦСКА отменять ворота. Нет, я не вижу этой тенденции. Я думаю, всем отменяют. Ну, в ЦСКА охотник. Ну, бывает, это жизнь. Продолжение следует...